Солома за Амнона, за то, как Амнон изнасиловал Мухомарь, за родника, за друга, которого имел Амнон, который был человек очень хитрый и не делал много шкод. Амнон через своего друга лишился життя. Такие друзья есть. Для них можно потерять своё життя, для этих друзей. Мы в свете попадали куда только. По милисти Божьей, мы просто были сбереженны. Если посмотреть на своё життя, то сколько раз Бог миловал и спасал разных обставок життя. Я своё життя просто згадую. Тут очень много раз. И уже будучи с Господом, уже Бог открыл нам очи сердца, уже учить нас, как нам поступать среди людей. И, знаете, всё равно ещё много работы над нами, чтобы из нас сделать того мужа, ту людину, которая могла бы уже вот так вести себя, как бы, ну, какими мы не есть, Бог нас, всё нас берегает, хранит. Но если мы себе ещё храним, если мы не храним, пропускаем себе небозрастом, какие-то вещи, обращаемся, увлекаемся, мы можем попасть в беду. И так бывает, что попадают люди. Я говорю часто, когда я так вот даже, знаете, для меня такая мини-церква, это дома милосердия. Вот когда на доме милосердия заведется что-то лихе, в кого-то одного, то он такой шукает кого-то звезти за собой. Если не удастся, то уйдет сам, если удастся, то еще заберет за собой один-два человека, увлечет за собой. Потом выйдет, покинет их, сам десь пиде собі бродить, их кинет, или использует, или обдурит, если они какие-то гроши мают. Всё. И пішел дальше сам. Вот такая работа, вороша. Кажется, пришел в краску, убит и погубит. То есть, в люди не выкрадает, спочатку, а потом, когда человек дала место ворогу, то вона увлекает людей еще за собой. И так написано, что и так само в церкви происходит. Кажется, есть люди, которые подступны, которые, когда уходят из церкви, то они увлекают каких-то простодушных. Простодушных, которые не стоят твердо в истине, которые больше такие душевные люди, эмоциональные. И таких людей ворог увлекает за собой. И человеку, ну, человеку, ну, не есть большая проблема. Просто человеку, сделай что-то доброе, сделай какие-то послужить чему-то. Но вопрос в том, кто тебе служит, намеры. И я згадую, а не раз люди, которые желали мне послужить. И Господь мне в душе сказал, не бери от них ничего. Я нуждаюся, я вроде бы однодобие, он мне даёт, Господь говорит, не берег, их намеры лихие. Они не шукают тебе там помогать, они шукают твоего, забрати, обекрасить тебе, обслуживание там и все. И так было. Знаете, и было, что и попадаю, и разные ситуации. И я просто для себя, ну, зрозумевшись, речи, даже взятки, то не от каждого можно взять. Потому что есть люди, которые дают с подступом. Яки люди дают для того, чтобы потом, ну, знаете, дали, вроде бы все, потом, о, давай, хлопцей, давай на работу, давай туда, давай туда. Знаешь, что ты право туда, правильно? И уже, и уже, они уже поработали, и уже ты будешь там на него працювати. Бо он тебе дал, слушай, то людина с подступом, но Дух Святи говорит, когда ты там оглядываешься, не задивишься, точно. Было шансерсти, не соглашаться, не идти. Но я взял на свои мозги и подумал, что нужно, вроде бы, нужда. Я згадываю, такой случай был. Колись там одна женщина, там приехал брат еще один там в Волине, и одна женщина, ну, расположилась дать гроши. Ну, вроде бы, расположилась, так все, и вона запропонувала мне гроши, хотела дать. Я говорю, мне так в душу, что не бери. Я говорю, не треба мне. А той братик из меня был, каже, да чего, ну, хай бы там, ну, вона хочет дать, мне на бензин треба ехать, там, назад, в Волине. Ну, я думаю, ну, ладно. А вона мне давала, а вона ему давала, вона мне их пропонувала. Я взял на эти гроши, дав ему, он поехал собі. И я мав брати ее сына, Надію Милосебьеву. Уже договорились, а что? Вона говорит, что вы, говорю, конечно, возьму. Я же не сказал, дасть Бог, будет Бог угоден, живи будут, то возьму. Я говорю, конечно, возьму. Ну, я был расположен на тот момент. И тут приходит час, и когда его брати, и мне Господь в душу говорит, не бери его. Слушай, я уже пообещал, я уже себя связал. А Господь говорит, не бери, уже и гроши взял. И Господь говорит, не бери. И вона приходит там, ну, своим сыном. И я говорю, а я не возьму вашего сына. Это такое, подивиться на эту картину, это было вообще. Так, вы знаете, взять. Вона говорит, как не возьмете там. Я говорю, я не знаю, в чем причина, но я его не возьму. Вона меня как понесла по Ровенской и Волинской областей, языком своїм. И где вона в меня только среди верующих, и где только не понесла меня. И я мусил это все, ну, хоть я этих грошей не взял, и не користовался, я их отдал. Но на меня палилося такое, это Господь мне преподавал такий урок, чтобы научить. И начала меня поносить все. Я молился за нею, благословляю и ее, и ее сына. Прошел час, его посадили. Дали очень большой термин ему, по-моему, в Молинской областях очень много. Я не помню, что я не помню, он уже постарела, и так же она что-то болела, и уже она мала помирать. И меня все время турбовало питание, чого Господь сказал мне не брать ее сына. Меня турбовало, я понял, что на то есть причина. Я был расположен, и все было. И я ее встречаю, молился Богом, и я минулся с нею. Я говорю, скажите мне правду. На тот момент, уже час минув, вы привели до меня сына. Я мав намер его брать, но мне Господь сказал не брать его. В чем причина? Причина у вас, скажите мне, в чем причина. И она мне говорит, когда я ишла до вас с ним, я зашла до Чаклунки. Хотела, что еще Чаклунка скажет. Что? И Бог сказал, что нет. Что общего между святком и темрявой? Между Христом и Вильяром? Что общего может быть? Она ведет до меня сына, и идет до Чаклунки еще заходить. И что Господь сказал, не брать. Но по-людски можно было понять, понимать, по-людски, правда? Но я говорю, что это над наше понимание. И просто нужно доверять Господу, и нужно быть очень внимательными в жизни. Чувайте, когда Господь, мы часто так не привыкли, все быстро там сказали, сделали, уже быстро там решаем вопросы, потому что нам хочется, нам там вигодно, нам там удобно, мы уже там решали все. А потом чухаем, где не чухалось. Через это нужно, перед тем, как что-то делать, то нужно, говорит, добре, уважать. И, говорит, не будь, не терпись языком своем. А потом обдумывать, что ты там говоришь. Сначала думай, а потом говори. И Слово Божье учитель говорит, что всякий человек, будь скорый на слушание, а повильный на слова. Бо, наговоришь, развязываешь на себя, а потом, говорит, что ты дал кому-то обидцанку, то, говорит, постарайся звольниться, потому что ты попал. Твоя душа попала в ситку. И потом он мает на тебя доступ. И так же, и дарунки разные, и все, что тебе дают, ты уже стаешь залежным от этих людей. Или, как говоришь, там девчат, там квиты дарят, там, что, говорю, не просто так, ничего не дается, понимаете? Потому что это уже месток. Это уже месток, через который дальше может влиять на человека. И люди считают, что тут ничего такого важливого нет. Но это важливые вещи. И Слово Божье нас учить этим вещам, чтобы мы правильно разбирались. В том, кто там біля тебя, кто тебе так хорошо лестит, рассказывает только для того, чтобы завладеть чем-то, что он в тебя увидел, что у тебя что-то есть, что ему нужно. Все, больше его ничего не интересует. И он тебе и напоит, и накормит, как надо, и что-то свое дать, что только потом завладеть тем, что у тебя есть еще что-то дорогоцинное, что есть память от родителей, что это в краске у тебя. И вот так, ну, это, как бы, такие дребнички. Но есть люди, которые больше намерения, больше в них замахи. Но ничего не меняется, потому что, так слово, и люди для того так притворяются, и так настолько будет лести тут, и так будет говорить, как ума. И человек очень расположен. То есть наша душа, вона очень расположена до всяких таких вещей, но пильнувать маем в душу. Мы маем в душу мать объединение с Господом, и в душу Господа запитывать часто. Часто мы идем, не питая, что Господа, а потом приходит проблема. И через то, каже, ну, это такая еще погорка, кто питает, то я не блудый. Когда мы питаем Господа, Господа, иди мне с этими людьми, а это от тебя, а это, ну, ты говоришь до меня, потому что наше сердце воспринимает слово, а душа противится. Бывает такое. Ну, и слово Боже говорит, вникай в себе, в науку Божую. Потому что слово проникает до разделения души, духа в составе мозга, судить намеря, помисли сердечного. То есть, в себе разобраться тоже непросто. Но когда человек уже понимает эти вещи, где там и помисли, и думки, и твои поступки, и я в этом разобраться, потому что думаю одно, помышляю второе, а делаю третье. Слушай, нет единства в доме. Слушай, что это дом? Это человек, в ней тяжко управлять. Через то, Слово Боже, учить, чтобы мы научились управлять своими домами, и при этом, чтобы не грешили. Не только в том доме ты живешь, не только в доме Божьем, а в своем доме навести порядок. И вот мы должны на всех трех этажах навести порядок, прибраться. И мы молились, чтобы Господь помех прибраться в доме, потому что много смятя, много думаем, заботимся, оно нам спасается, оно вообще не потребуется. Есть вещи, которые, вроде бы, оно требует, вроде бы ты решился, но даже, если Бог отдал, что-то там, оно получилось, потом думаешь, эти вещи, ну, они не нужны тебе, они просто, ну, забави, проблемы приносят в життя. Вроде бы, намер был добрый, но не нужно было, оно тебя оттягачает просто. И мы же говорили, за то, иду корабель, который был нагружен, и когда начался шторм, то начали выкидать груз из корабля, потому что корабель был обтяжен всякими нужными вещами, но они не нужны. И церковь часто загружена, может быть всякими справами, делами, чтобы они набирались, но Господь этого не давал. И тот корабель, по самому ватеролиню, что уже, называемый ватеролиню, загруженный, ему грозит опасность. И когда начался шторм, они выкинули груз корабля, потом вещи, всякими вещами, нам все надо, 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 и пока они вещи не выкинули, они не выкидали пшеницу в море. И получается, так же мы оброжилися всякими вещами, и написано, когда было гонение на церковь, в Иерусалимскую, то когда их погоняли из домов, худобу, забрали, хаты, забрали, все, они пришли проповедовать, Ивануев, как они понесли пшеницу. Значит, вся проблема, что мы отягчены всякими вещами, мы, церковь отягчается, мы отягчаемся, все, и мы думаем, что Господь не дает, что там, проблема не в Господе, проблема в нас, скажи, згадай, как ты начинал, покайся, вернайся до прежнего образа, скинь это все, но уже, людину обтяжен, уже скинуть не может. Тогда Господь, в своей любови и милости, посилает шторм на море, и приходит буря, и начинает нас трусить, и начинает нас это все, и побилетает с нас это все, и понесем пшеницу, потому что Господь хочет, чтобы этот свят был спасен, и чтобы пшеницу несли, и кто-то загинет, кто-то по-різному там. Как нам виконати волю Божьей в жизни? Давайте мы прочитаем. 10-35 евреев. Отже, не покидайте уповання вашего, которое ждет великая нагорода. То есть мы уповываем на что? На Господа, на царство, мы уповываем на то, что мы будем там, что мы будем жить, мы же не умираем. Правильной своей верой жить будет, правильной верой живой будет, а когда кто вагается, не благоволит до того душа моя. Мы же не из тех, что вагаются на погибель, но стоим в вере на спасение души. Твердо стоять в вере, это именно стоять в душах. Это именно когда приходится выбирать, чтобы мы стояли. То есть у нас не требуется, чтобы я там что-то на мозге собе накручивал. Понимаете? Но по мере веры, сколько ты понимаешь, сколько ум твой, сколько ты можешь вместить. Вот так и живой поступает. Это тебе зараховывается. Поступайте по духу, и вы не будете выполнять желания тела плоти. Не накручивай соби ничего, а просто будь щирим. Будь щирим и понимаешь, веришь, что так слово тебе пришло на память, как ты не знаешь, как поступить, питаешь Господи. Я не знаю, как поступить. Дочекался, когда Господь тебе уже скажет, что покажет, что на второй день скажет тебе, что в ту шмидь слову пошли, какую-то думку, что треба молиться за обижающих, что треба благотворить тем, кто тебя ненавидит. И ты начинаешь дальше рухаться, а как благотворить, а как его делать. И ты рухаешься в этом направлении. А есть моменты, когда человек шукает постоянно своего. То есть, «Воля твоя, а Маруся моя». То есть, человек в себе говорит, что хочет знать волю Божьей, но приходит к определенному проблению, успокоиться, и он выбирает не то, что Господь хочет, а то, что ему вигодно, удобно. И это, знаете, это такая глупость страшнейшая, потому что, ну, ну, лучше не просить, правда. Знаешь, что тебе воля Божья, если ты ее не готовый поступать. Но мы, которые хрестились в теле Иисуса Хриса, мы все же маем быть в таком положении, что нас ничего не может разделять с Господом, когда приходится что-то выбирать. Если мы сейчас не выберем добровольно, то придется что делать? Выбирать не добровольно. Обставины так складываются. Тюрьма, гонение, шторм на море. И всякие речи придется, потому что Господь нас не оставит, любит. И он свой народ будет, что? Вести дальше. Только есть момент, когда он нас ведет и говорит, ну, делать вот так, вот так, и будет вам доброе. А мы говорим, ну, доброе, почекай, мы сделаем, потому что не зараз. И потом приходит время, что ждать не мало, и Господь уже посылает певные обставни, и говорит, дорогенькие, давайте будем делать вот так, как я говорю. И тогда много слез, много горя, много беды, и все это Господь делает, опять же, чтобы нас спасти. И кто жесточит свое сердце, то что будет? Что будет? Будет погибеть, загине, чуете? Это страшные речи. Когда Господь уже начнет переплавлять, то тогда уже страшно, когда человек, когда жесточит сердце, начнет обижаться на Бога. Чего? За что? Это то или иначе? Что? Гропот, недовольство, это страшные речи. Что мы за всем им дякуем? И когда тот день прийдет, и когда они там заберут домовки, там повиганяют на свете, и те, что иначе, треба что будет? Прославить Бога. Помоги погрозить на тачку, это все им там, хай он там показать, как пользоваться тем, чем им, чтобы не попалили, чтобы им доброе было, там жилося, потому что мы знаем, что он там включает, то все погорит, например, не то, что требует. О, там не включай, потому что там все погорит, там все там. Ну что, спасибо, погрозили воронок и отправили на колыбу. На вопроловки.